Везем колеса, нам их ровняют, балансируют все. Ребята, как же приятно все-таки поехать наконец-то на мотоцикле. Пиздно мотико, блин. Что вы думаете по этому поводу? Друзья, в очередной раз я убеждаюсь, что 2023 год действительно какой-то такой у нас невезучий, неудачный, опасный, несмотря даже на то, что происходит в стране. В сегодняшнем видео я вам поведаю очень интересную историю, для некоторых это будет очень радостная новость, для некоторых печальная, но не важно. Здесь, по крайней мере, будет ответ, почему вы меня не видели в 25 дней на текущий момент, сегодня 24 июля, июня, и уже по истечении этого срока все-таки прошло 25 дней, все дела. Ну, короче, вы сейчас, в принципе, все поймете, сейчас будут все ответы в процессе, что произошло, и вообще все дальнейшие развития будут, я думаю, вам полезны и интересны. Ёбан, це шо вам оно вылотило, блин. Нихуя себе. Пи***ь, мотику, блин. Вот это прикол. Вот это прикол. Смотрите, какая дыра там пробитая. Вот это прикол. Вон, дырища, бля, вытекая, бля, все с радиатора, бля, все вот это вот фигня, охренеть. И масло чуть-чуть вытекло. Че, шо это, шо это, я не знаю, ну, шо-то хрустнуло конкретно. Я ебану. Вот это прикол. Вот это прикол, захрустело. Вот это мощно. Ну, теперь надо искать движок. Я ебану. Вот это романтика. Еще одна пробежечка. Пока я тут качу, нахлынули мысли. Стоит ли его продавать или взять новенький движок. Вот в чем вопрос. Ну, новый не найдешь. Бэушный просто заменить и кататься себе. Или все-таки продать и купить что-то другое. Как вы думаете, как поступить? Напишите. Потому что ситуация очень интересная. Лопнул картер. Хрустнул себе непонятно от чего. Надо быстрее. Короче, вот такая вот херня. Сейчас еще докачу домой. Подробно покажу с телефончика. Запишу лучше, чем тут. Набрал братинику. Позвонил, говорю, хочешь поражать? Сейчас удивим. Где вы, какой прикольчик? Ты его туда, глянь. Это наша пробка? Не, ну не знаю. Она дыра вот там. Бачите, что она? Вот там. Сверху фильтра туда, в движке. Прикинь. Ну, что-то такое. Поехал. Где-то, может, 140. Такой звук по коробке. Хруст, что-то. Дым пошел, блядь. Ух, колесо тормозит. То едет, то тормозит. Я еле удерживаю ее. Вот это петлял, петлял, петлял. Останавливаюсь. Я тоже сначала подумал на пробку, понял? А воно хер, сотрю, та на месте, блядь. Что подорвало коленвал? Прикинь. Ой, блядь. Прикинь. Это пи***й. Ебать, это вообще романтика какая. Сука. Да. Хуже не может быть. Да. Так что, блядь. Это не мало, не мало. Курочки, блядь, голубки, блядь, голубки. Да. Вот это такая романтика, красивая. Я еб... Хе-хе-хе-хе. Движок просится, другие сюда. Еб твою мать. Движки они там... В районе тысячи можно взять. Да я тебе говорю, я его еле удержал, как начало сраку тягать там. Бачу. Я сразу понял, что что с маслом, блядь. Думай, точно. Но думаю, а что дым такой пошел, блядь. Так, посмотрю, она на месте херет еб... Но сначала звук такой хрусь. Я не понял, что я так птичек объезжал. Думал, может, птичка где-то залетела. Думаю, куда она тут залетит, чтобы такой хрусь создать, блядь. Ёптова, дым, бух, все там. Это ранение, конечно. Да. Ох... Да, там пошмотало нормально. Звуки такие смачные были. Сначала хрусь, потом хрусь, 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 фуфу. Как бы там все шутало, там, перетаримовывало. Да, да, да. Я даже не смог найти эту херню, блядь. Детальку. Ну. Да. Та-да. Прямое попадание, а то, знаете... Да-да-да. Ой, сука, блядь. Хорошо, что ты его вдохнул. Да я тебе говорю. Я как раз разогнался в отсечку на второй. Ну, теперь наглядно давайте посмотрим, что там произошло. Как бы так выглядеть, что там, блядь, блядь, блядь. Вот, извините, вот такая дырочка есть, ебал. Посмотрите, какая там дыра. Это вообще, там оборвался пошин, это каменвал хуярил, это пальцем выбил его, блядь. Представляешь? Вообще. Это писяц. Может быть, снимем? Снимем, он будет видно где-то. Вон, та дырочка. Вон, что там происходит. Вот, как это все произошло. Далее. Ну, вот он стоит, тут весь такой красивый. Все так классно, если бы не вот та херня. Это сто раз показывал, и я теперь не знаю, ребята. Что делать? Что делать? Блин, продавать этот выставлять на продажу, брать что-то другое, докидывать. Или же все-таки там около 20 тысяч гривен, плюс-минус, купить новый движок, ну как, новый бэушный движок. И все-таки поставить его сюда, и продолжать снимать контент. Все-таки, блин, я очень сильно к нему привязался. А что вы думаете по этому поводу? Напишите мне об этом. Для меня это очень важно, потому что он мне очень полюбился. Очень, очень уж я привык к нему. Короче, подумал я, очень хорошо подумал, ну какой смысл продавать. Если можно все-таки его сделать. Лучше его сделать, и я все равно этим летом его разыграю. Ну вот теперь уже каждый тот, кто будет уверен в покупке, а лучше в выигрыше данного мотоцикла. То, что действительно его перебрали, вообще буквально абсолютно все. И он будет более надежный, чем можно было себе это представить. Ну вот, пошел процесс разборки. Что я еще заметил? Вон там у нас еще есть повреждения. Вон еще там перерубана еще вон-то деталь. Помпа или что это у нас. Короче, тоже под замену пойдет. Ну что ж, ребята, вот более подробное разрушение у нас от двигателя. Здесь у меня стоял стартер. Стартер тоже порубало под замену. Сейчас я его покажу. Ну и естественно, вот тут у нас дыра тоже пробитая. То есть, оборвался поршень. Вот как можно видеть. Ну, короче, заказал движок, заказал стартер. Как можете видеть, стартер. Потом еще сравним тут DENSO. Все, Original. И вот у нас тут такая вот дырочка неприятная. Здесь даже чуть-чуть выдавило сальничек. Ну, короче, повредило тоже. Шматануло смачно. Короче, друзья, история какая. Сейчас ждем Славика. Едем на Кременчуг. Везем колеса. Нам их ровняют, балансируют все эти вещи. Завтра приезжает движок. Забираем с новой почты стартер. Все эти вещи. Ну, и начнем собирать потихонечку. А там уже покажет в процессе. Ну, а самое печальное, когда мы будем проверять движок на компрессию, надо, чтобы во всех четырех поршнях у нас показало 12 атмосфер, как они сказали. Я сразу сказал, проверьте все по телефонному разговору и так далее, и так далее, чтобы все было четко. Всего у нас 5 дней есть, чтобы вернуть по гарантии. Это все так печально на самом деле. Ну, как есть. Поэтому ждем, проверяем и посмотрим, будем ли мы еще ждать и вообще, какие у нас сложатся движения. Какая у нас получается полноценная история. Короче, приехали в Кременчуг, балансируем колеса. Нам их тут, точнее, мы их выкатываем, отбалансируем, поставим, и все будет четко. Если что, это в Кременчуге, на нечлен здесь станция Комунара, а обращайтесь. Очень качественно быстро делали. Ну что, ребята, наступает день Икс. Только что отдал братьевнику мотик, эндурик. И сегодня должны уже поприезжать все посылочки. Будем встречать. Вчера, естественно, выкатал диски, все. Сегодня мы подкорректируем все косячки и колеса как бы будут готовы. Все остальное дело за малым. Поэтому, короче, перемещаемся уже на новую почту спустя 2 часа. Да ну нет, ну только не туда, ну сколько! Что? Да блин! Это капец! Что за капец? Нормально все? Что ты начинаешь, дыр? Такие промежуточки, как раз для нас. Что тебе не нравилось? Вот и плохо! Да! Ну нет, ну иди туда, пожалуйста! Чего? Ну пожалуйста! Да я не быстро, я так чуть-чуть. Ну все! Что? Ты не беда! Что тебе не нравится? Что ты репетуешь там? Я не могу понять. Я еду на угад, не знаю, где тут что. Может сейчас десь пенечек будет, или еще что-то, блядь. Не, не будет. Будут только люди. Не, я буду сюда ехать. Наоборот, сюда буду ехать. Ха-ха-ха! 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 Даже и комар кусает, блядь! Пойдем с твоим, а у Сухи. Блин, ничего не больше... А где там что? Надо конечно его нормально разорвать. А где молоточек? Не надо стесняться. Здесь аккуратненько, чтобы никто не стал на них. Так это у нас низ. Вот так вот это выглядит. А вот же, ZX 900, CE 07. Так, сейчас я 07 37 26. Да, 07 37 26. Точно он. Странно, а на сайте обычно когда купляешь, ну типа висит, что уже продано, а он до сих пор висит. Хорошо. Ну вот мы уже забрали нашу посылочку. Водитель за нами едет. Сейчас будем выгружать. Можно прям тут сейчас выкинем его, поможете мне. А сейчас брат приедет, я уже его дотащу. Он не успел. Может и прям тут стоять. Вот его хотя бы на пол скинем. На пол я бачу, я там не проеду. Не, я его сейчас сюда оттяну, чтобы вы лучше назад сдаете. Да не, я бачу. О, все. Спасибо большое. И тебе. Немаловажная вот бумажечка, которая нам говорит о том, что есть гарантия, что она вот в Польше приехала. И есть предостережение, что перед установкой нужно именно выдуть с коллектора свечей. Здесь охлаждение. И точно так же здесь вот с этой стороны повыдувать, так как там залито керосином, для того, чтобы эта система была обработана и сохранена. Также говорится о гарантии. 14-дневной просится, чтобы не трогали там, где помещены все болты, гайки и так далее, чтобы это сохранило гарантию. Все. Это действительно очень важно. И я хочу показать то, что он уже все-таки собран. Собран у нас он, но тут были проблемы со снятием корзины. Вот сюда переставить, если вы видите. Вот. Ее нужно было смочить. Поэтому, чтобы, короче, придется разбирать и отдельно смачивать каждый день немножко в маслычке. А так вся система собрана. Нужно будет продуть и все будет чик-и-чик. А сейчас я еду, конечно же, надо забрать еще стартер. Забираем стартер. И сегодня будем делать запуск. Погнали. Вот она наша посылочка. Вот он наш стартер. Вот как он выглядит. Тот пошмотал ужасно. Вы сами видели. Это вообще просто. А сейчас он будет вот так вот крепиться. У нас там два крепления есть. Чикс. Все. Это направляечка. Все там будет запускаться, работать. Все как положено. Накладная прилагается. Вот мы купили стартер Кавасаги за X9R с 98 по 2003. Подходит все четенько. Вот так вот, ребятки. Поэтому будем приступать к запуску. Уже, наверное, под вечер. Скорее всего, пока туда-сюда. Все эти моменты. Будем перекидывать генератор, крышку генератора, сцепление. Благо, я купил новое сцепление, заказал на Эли. Переберем полностью корзину, переставим. И хочу заметить то, что правильно ставится оно так. Тогда, когда ты его разбираешь, идет сначала стопорное такое кольцо, как блюдечко. Оно ставится выемкой на себя. И еще одно кольцо такое же ставится сверху. Потом идет у нас фрикционный диск, железный фрикционный диск. То есть фрикционных дисков у нас 10, а железных перекрывающих 9. И вот в такой последовательности он все составляется. Но, в принципе, я сейчас покажу уже в собранном виде. Сейчас посмотрим за 22 года, какая была отработка. Что там на поддоне происходит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что там сейчас будет. Баля. Больше, чем уверен, что там говно. Оп. Пача. Ой-ой-ой, что там. Тут целая жизнь, бля. Ёлки-палки. Ни хера себе, бля. Не, ну это же все то из кружки нападало куда. Саша нарубало. Я е... Ну а так, в принципе, ничего. Вот саша сажа какого-то. Там же поршни все. Ну, либо поршень, либо... Либо пи***ц. Вердикт. Просевший вкладыш оборвало поршни. Пушни. Там ведь торчит себе. Все. Пиздохин шванс. Обращаемся. Разборка за X9R. Нижний поддон целый. Верхняя головка целая. Кому надо, пожалуйста. Ну что, друзья. Только что перебрал сцепление корзинки. Корзину сцепления, точнее. Вот. Что у нас здесь было. Как изначально. То есть, если мы все вытаскиваем. Сначала идет такая скоба. То есть, она идет как тарелочкой. Вогнутая именно сюда. Вот так вот ее и ставим. Потом идет сам диск. Именно сцепление вот это. Потом металлический диск. И вот так вот через один. Металлический, этот диск. Металлический, этот диск. Заканчивается все этим диском. Потому что на вот этой крышечке изнутри идет имитация того же самого диска. Все это закручивается. Все, естественно, в масло надо каждую деталь вымазать. И все. Собираем. Сейчас обезжирим эту крышечку нашу. И закрываем сюда. Вставляем. Будем после этого уже собирать в кучку. Ставить на раму. Подключать сюда же стартер. И мерять компрессию. Если по компрессии все четко. Дальше его уже будем. Процесс запуска. Но также немаловажная деталь. То, что в описании было написано. То, что нужно будет выдуть все здесь. Так как заводскими этими моментами. Видите, здесь болты везде помечены. Чтобы ничего не скручивалось. Так же самое сверху у нас здесь. Это с Польши. И нужно повыдувать систему. Здесь, где у нас свечи. Где у нас здесь охлаждайка. По всем этим моментам. По всем этим коллекторам. Выдуть керосин. Это именно то, что дает хранение этому двигателю. Чтобы там не было всяких закислений, заржавений и прочего. Сначала это все дело нужно выдуть. Потом, естественно, ставить. То, что прилагалось по бумаге. Ну что ж, ребятки. Вот мы уже имеем такой вид. Поставили все. Нам осталось все подключить. Проверить компрессию. Поставить радиатор, естественно. Коллектор. Все вот это. Вот эти вещи. И если все good. Ну то, что я надеюсь. То собираем еще. И можно выезжать. Уже прошло. Сегодня 17 июня. Уже больше 18 дней. Ну, 18 дней как раз прошло. После того, как случился данный момент. Вот такой вот у нас простой. Меряем мы, короче, компрессию. Компрессия в порядке. Все. Я уже счастливый человек. Кидаю свечу. Первый, второй, третий, четвертый цилиндры. Начинаю закручивать. Закручиваю от руки. Нормально пошел до ключика. Начал зажимать. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый зажимаю. И срывается, я так подумал, резьба. Но нет, получается, сама резьба, которая была на свечи, корпус остается там. Теперь мы занимаемся тем, что достаем эту беду. Это просто проблема. Просто за проблемой. Я вообще в шоке. Чтобы было наглядно понятно, что обломалось от свечи. Вот этот весь от свечи. Вся срак. В колодце. Вот это. И вот благодаря вот этой штукенции, забыл, как называется, новое видео будет вот это от описания. Полезная вещь с обратной резьбой. Она вкручивается. И с помощью этого можно выкрутить вообще вещь. Ну что ж, друзья. Как только мы решили проблему одну, наступила проблема другая. Начали все подключать. Поставили карп. Решили залить масло. Залили все хорошо. Заливаем только охлаждающую жидкость, антифриз. Начинаем только лить. Где-то течка. Я думал, переливаю. Оказывается, где-то сбитая точечка. Там как раз по линии, где проходит антифриз. Перекрывает. Видать, придется либо паять, если повышится. Либо заказывать другой. Не знаю, к чему придем. Завтра покажет. Так, вон там у нас сейчас происходит беда. Из-за этого удара. Там верхняя магистраль повреждена. И оттуда идет птич. Видимо, паять. Взяли паяльничек, голову. Все эти вещи. Сейчас будем вливать попытки. Так что нормально. Вот так вот это дело выглядит. Надо его сейчас запаять по центру. И все будет работать. Вот так вот. Ай! Все мы замазюхали. Все равно пришли к холодной сварке. Залепили. Там подкорректировали. Вот у нас сборочка. Завтра попробуем запуститься. И посмотреть, если все порядочек. Вообще отлично. Ну что, друзья. Клеили мы, клеили. Точнее, паяли. Паяли. И мы пришли к чему? Правильно. Мы просто холодной сваркой. Залепили. Завтра будем проверять. Зальем сначала водички. Посмотрим, течет не течет. Сольем. Зальем антифриз. И уже полноценно заведем. Прогреем до 100 градусов. До 101. Ну, чтобы включился вентилятор и проверить в целом всю систему. Поэтому перемещаемся в следующее завтра. Ну что, ребята. Момент истины. Проверяем то, что мы напаяли. Сейчас я уже начал заливать. Но еще сейчас все-таки дольем до полного. Запустим мотоцикл. Попробуем, что у нас тут будет. И прогреем его хотя бы пару минут. Посмотрим, будет течь, не течь, что там. Поэтому, короче, сейчас будем смотреть, что оно как пойдет. Запустили. Точнее, залили там до полного. Здесь у нас ничего не появляется. Нету никакой жидкости. Нужно прокрутить пару раз мотор. Сейчас попробуем, что оно будет. Прокрутим. И что оно нам скажет. Так. 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 Пока ничего. Пока ничего. Сейчас посмотрим, ушло ли там. Все. Можно. Можно делать дело. Ты же этот подсос включи. Еще, еще, еще. Даже запустился. Но. Смотрим, что у нас там. Пока ничего не течет. Сейчас будет испаряться вот это все. То же испаряется та херня. Потом то что, да, прогреется, покажет. Хай будет, он поднимется сейчас сам. Оно капает, бачишь? Это бензин. Это бензин. Все видно. Прямо оттуда, где я сказал. Да? Да, да, да. Вот той штук, шайда, шашланга. Бензин ты че, сука. Что ж, друзья. Как вы поняли, все то, что мы делали, это было напрасно, к сожалению. Все подпадало. Там, где мы еще отдавали, там сказали паяльник не такой, нужен чуть мощнее. Поэтому сейчас опять ждем Славика. Будем ехать на Кремичух. А именно на Песчаное. Будем отдавать туда. Все надежды, что сделает там, а нет. Кто купил бушный. В принципе, в Украине есть один вариант. Вроде как финалил. Я забрал радиатор. Все отлично запаяли, подключили. Все. Нужно было разобрать карбюратор. Поменять все резиночки, расходнички, уплотнители. По антифризу, по охлаждайке и по топливу. Чтобы нигде ничего не сосало и не протекало. Вот. Мы сегодня это сделали. Сегодня уже 22 июня, чтобы вы имели в виду. Я уже 23 дня без мотоцикла. Уже сегодня должен был опубликовать видео, но его нет. Но я думаю, завтра, уже 23 число, мы все-таки его поставим. Отсинхронизируем. Все будет хорошо. Запустим, прогреем. Все будет четко. Проедемся. Я уже смонтирую видео. И завтра же уже его выпущу 23 числа, по факту. Будем на это надеяться. По крайней мере, сколько уже можно все-таки. Ну что ж. Вот наша капельница. Сейчас будем синхронизировать. Вот наши манометры. Все. Сейчас пойдет процесс. Еще тот процесс. Вот так вот. Синхрониза. Примерно. Вот эти манометры. Ребята, как же приятно все-таки поехать наконец-то на мотоцикле. Вам просто не передать. Это вообще такое наслаждение. Ну, жара, конечно, лето. Это вообще просто. Просто нечто. Друзья, напоминаю вам то, что по каким причинам это может происходить. Первое, это просевшие вкладыши. Якобы то, что у меня показало. Другое, это раскрутились болты, которые держат, фиксируют сам поршень. И третье, это прогоревшие кольца. Просели, прогорели. Все. Или, ну, кстати, может быть еще и вообще прогоревший поршень насквозь. Но, чтобы это было более видно. Не знаю. Тут обрыв такой серьезный прям. Вот. Поэтому это... Короче, я хочу еще точно, если вам интересно, набивайте тысячу лайков. Я вскрою движок уже точно наглядно, чтобы уже конкретно знать эту причину. Как только доберешься до поршней, там оно покажет, какие были повреждения, что к чему. Поэтому все зависит будет от вас. Ну что, друзьяшки. Вот такая вот у нас получилась история. Что вы вообще думаете об этом? Напишите мне в комментариях. Я думаю, все-таки очень было интересно вам, познавательно. Но если вы захотите мне помочь в донате на будущем, все там, все в описании будет под видео. Закреплен нам также комментарий. Поэтому ныряйте, конечно же. И если вы не здесь, то вы нигде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!